Когда Вы выполните поручение президента решить вопрос об восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам, ну и самое главное, Вы на самом деле как считаете, сколько можно прожить на 13 617 рублей в месяц? Сколько Вы бы протянули? Спасибо. Пенсии работающим пенсионерам. Пенсии работающим пенсионерам. Мы ресурсы, которые есть в бюджете, сейчас концентрируем в первую очередь на поддержке семей с детьми и решении вопросов бедности. Поэтому это для нас самый главный приоритет. Самый главный приоритет. Это первый. И второй приоритет – это поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода, с тем, чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть, и пенсия позволяла увеличивать размер этой пенсии. Мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если, как в этом году мы видели, инфляция выше плановых значений, даем дополнительные меры разовой поддержки. И будем в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода. Что касается вопроса, как прожить на минимальный размер оплаты труда. Хочу сказать, что минимальный размер оплаты труда – это единица, от которой считаются уровни оплаты труда. Мы говорим о том, что зарплата не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Но увидим, что средний размер оплаты труда по субъектам Российской Федерации, да и по Российской Федерации в целом, в разы превышает это значение. Поэтому минимальный размер оплаты труда используется как расчетная единица при определении уровней фонда оплаты труда. Спасибо. Спасибо, Антон Германович. Вы правильно сказали, что минимальный размер оплаты труда – это минимальный уровень, от которого дальше уже считается зарплатой. И, учитывая, что у нас многие предприятия, в первую очередь сельского хозяйства, как правило, выплачивают минималку, а все остальное – вплоть до натуроплаты. Да, и Владимир Иванович Кашин, думаю, это подтвердит. Нам надо увязать господдержку зарплатой. Вот, смотрите, мы, как государство, помогаем предприятиям татации, субсидии, но при этом не стимулируем выплату зарплаты в белую, рост ее. Почему это не сделать? Это на самом деле должно быть. А, получается, деньги перечисляем, их потом в офшоры перегоняют, заработная плата минимальная, люди от этого страдают, а собственник недобросовестный – по карманам и отдыхать. Субтитры создавал DimaTorzok